Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это, знаете, что это новый разбор на укулеле. Сегодня у нас с вами долгожданный выпуск экспресс-разборов. Это тот формат видео, в котором я разбираю какие-то маленькие кусочки мелодий или песен в одном единственном видео. И сегодня мы с вами будем учиться играть простые популярные мелодии из ТикТока. А именно, вы думали, вот я сейчас буду вам по памяти говорить, вот ничего подобного. Я вам зачитаю. И, конечно же, все это будет на укулеле. Я уже чувствую, что после этого разбора ты захочешь приобрести себе первое, а может быть, просто новое укулеле, тогда музыкальный магазин Skif Music точно для тебя. Там можно найти огромный выбор укулеле и другие инструменты на любой вкус и кошелек. А по промокоду DASHIKIRPICH действует скидкаш в 5% на любой заказ. Но это еще не все, ведь каждый месяц ребята из Skif Music разыгрывают гитару, гитару-кару. Правила конкурса и вся подробная информация будет по ссылке в описании. Но сейчас беру укулеле в руки и погнали учиться. И перед началом этого разбора скажу, что все мелодии будут играться по табам. Если вы до сих пор не понимаете или плохо соображаете, что это такое табы, то на канале есть целый видос. Обязательно его посмотрите перед началом и возвращайтесь сюда. Первая мелодия у нас будет выглядеть следующим образом. Для этого нам нужно с вами зажать указательным пальчиком. Вот он наш маленький такой красавчик. Первую и вторую струну, то есть это как бы не полное баре. На самом деле это не так сложно и вообще баре само по себе не сложный приемчик. Если у тебя возникают вопросы или ты его просто-напросто боишься играть, на канале есть видос вот про баре, где я там все пошагово объясняю, где и как что играть. Ставим мы с вами указательным пальчиком это мини-баре на седьмом ладу. Далее играем первую струну. Дальше средним пальчиком зажимаем на восьмом ладу. Играем восемь, семь, восемь. Это все на второй струне. То есть получилось семь. По правой руке что могу сказать? Можете не выкабениваться, как я тут вам что-то показываю. Играть просто большим пальчиком. Это тоже будет звучать. Все вместе. Отлично. И этот кусочек мы с вами будем повторять аж три раза подряд. Дальше на первой струне мы играем десятый лад. Если что, это у вас третья точка. Играем два раза подряд. Можете сыграть мизинчиком. Можете сыграть безымянным. Не знаю, мизинчиком как-то более правильно. И так же на первой струне на восьмом ладу два раза. То есть. Давайте все вместе. Соберем, что получается. И по кругу. То есть пока вам не надоест, вы можете это играть. Разбор на укулеле. И следующая у нас композиция группы Moneskin. Надеюсь, я правильно сказала, потому что мне все пишут, что это не Moneskin, Даша. Неправильно ты говоришь. Песня называется I Wanna Be Your Slave. Как она будет у нас звучать? На самом деле здесь нет ничего сложного. Первый кусочек мы с вами начинаем играть на третьей струне на первом ладу. Далее нам нужно с вами зажать первую струну на четвертом ладу. В идеале это надо сыграть мизинчиком. Но кому сложно, можете попробовать зажать безымянным. То есть мы играем. Дальше. На второй струне на четвертом ладу мы зажимаем. Ну вот смотрите, очень удобно. Если вы будете играть мизинчиком, то опа. Да, как бы оп-оп-оп, чем прыгать вот так вот. Так вот лучше не играть. Лучше играть и... Это намного удобнее варианты. Так вот, мы здесь играем аж вот эту струну три раза подряд. То есть... Дальше на этой же струне играем пятый лад. Потом пятый четвертый. Пятый четвертый. Затем второй четвертый. То есть... И возвращаемся на третью струну. На первом ладу играем ее два раза. То есть... Кому сложно что-то тут утворять правой рукой, можете играть все одним большим пальцем. И тогда у вас будет так. И данный кусочек мы с вами будем играть три раза подряд. И под конец мы с вами будем играть все на третьей струне. Играем опять один раз первый лад. Далее играем четыре раза подряд на четвертом ладу. Дальше мы играем на шестом ладу. Но вот здесь вот вы можете сделать прием слайд. И кому интересна вообще тема приемов, у меня на канале было целое видео про них. То есть я могу сыграть так. То есть... Да? Не вот так вот сыграть. Да? Или... А? Так будет поинтереснее. То есть получится... Дальше играем на третьем ладу. Далее опять на четвертом. Ну то есть идет обыграем. То есть три-четыре-три-четыре-три. И опять возвращаемся на первый лад. Играем два раза. То есть получается... Все вместе этот кусочек. И еще раз. Теперь полностью от начала до конца. Разбор на укулеле. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев. Пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник Укулеле по шагам специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. И последней мелодии у нас в песне Кенюфильмы. Я не знаю, я не могу спокойно почему-то говорить. Эту штуку я подсмотрела и Витя Клипина, поэтому не нужно мне, пожалуйста, писать Даря. Витя уже делал такой же разбор. Я знаю. Просто я даже не знала, что взять. Так я думаю, блин, есть же вот эта мелодия с ТикТока. Короче, как она у вас будет звучать? На самом деле здесь все очень просто. По правой руке я могу сразу сказать, вот тут мы будем играть большим и указательным пальчиком. Указательным пальцем мы будем играть все на первой струне, а большим сначала третью, потом вторую струну. То есть вот такое вот движение. Перебирательное, скажем так. На пятый лад мы поставим с вами средний пальчик в первом тактике. Поставим сразу же на третью струну, на третьем ладу палец. Средний, указательный. И это все играем. То есть пять, три, пять, три, пять, три. Далее откуда-то не возьмись. Нужно зажать на первой струне восьмой лад мизинчиком. Сыграть восемь, три. Дальше нужно сыграть также на первой струне, на шестом ладу, безымянным пальчиком шестерочку. То есть получается... Если чуть быстрее, то... Дальше мы играем почти все то же самое. Единственное, теперь у нас третья струна будет открытой. То есть ничего не зажимаем. Но рисунок тот же самый. То есть пять, ноль, пять, ноль, пять, ноль, восемь, ноль, шесть. Так, давайте соберем, что получается. Дальше. Теперь будем играть не на третьей струне, а на второй. Зажимаем также третий лад. Тоже указательным пальчиком. Играем все то же самое. То есть пять, три, пять, три, пять, три, восемь, три, шесть. Угу, еще раз. Давайте соберем полностью, что у нас с томами получилось. Угу, отлично. И остался последний кусочек, где мы с вами играем пять, три. Дотягиваемся мизинчиком до десятого лада. Это, если что, третья точка. Смотрите, тут вот в чем прикол. Вы можете, конечно, отцепиться, да, вот от второй струны. И немножко потянуть вот в эту сторону. Ну, единственное, лучше на пятом ладу палец не убирать. Он для нас как зацепка. Вот. Можете вот в таким вот путем сыграть. На самом деле, у кого сопрано или концерт, это вообще реально сыграет. То есть, вот сейчас у меня гриф у данной модели от концерт. А корпус как у сопрано. Но гриф как у концерта. То есть, по сути, я дотягиваюсь. Под наклончиком, под ребром. И я при этом тут зажимаю не кончиком пальца, как мы привыкли с вами зажимать, да, струну. А бокаинкой пальца. Поэтому дотянетесь. Вам нужно немножко как будто уколоть. Там нужно сыграть 5-3, да, то есть пятая лада у нас на первой струне, третий лад у нас на второй струне. Дальше дотянуться до первой струны на десятом ладу, сыграть это пиу. И потом опять сыграть 5-3. То есть, получается 5-3-10, 5-3-10. Может получиться так, что какие-то дискомфортные ощущения появляются с мизинчиком. Значит, вы его немножко принапрягли. Сделайте перерыв, отдохните и попробуйте еще раз отработать этот момент. Ну а теперь давайте от начала до конца соберем, что у нас с вами получилось. Если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Также напоминаю, что у меня есть целый плейлист на канале с экспресс-разборами. Обязательно посмотри, что-нибудь выучи. Но если ты что-то выучишь, то выкладывай себе инстаграмчик с пометкой Даша Кирпич, чтобы я тебя увидела, заметила и дала обратную связь. Ну а кто хочет поддерживать меня в финансовом плане, то все очень просто. Можно задонатить любую сумму на Донаталерс или подписаться на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Замен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а мне по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.